20 берез посадили волонтеры в больничном городке в эти выходные. Мероприятие было приурочено к ежегодной акции «Сохраним лес 2020», которая традиционно проходит под эгидой Федерального агентства лесного хозяйства. Ольга Русул продолжит. Акция «Сохраним лес 2020» в Наринмаре началась еще 1 сентября. Тогда волонтеры вместе с сотрудниками Ненецкого лесничества высадили деревья около новой третьей школы. Следующая локация – окружная больница. Администрация учреждения обратилась в лесничество с просьбой помочь облагородить территорию. Наринмар, знаете, у нас очень много песка, зелени не хватает. Поэтому мы решили, что осенью, когда будет самое время для посадки деревьев, чтобы они по максимуму прижились, организовать с привлечением общественных организаций посадку деревьев на территории больницы. Облагородить территорию, добавить зелени, чтобы было красиво, уютно. На посадку деревьев в больничный городок вышли сотрудники медицинского учреждения «Волонтеры». Среди добровольцев и новый сенатор от Ненецкого округа Денис Гусев. Говорит, что опыт в этом деле имеет на его счету не одно посаженное дерево. Регулярно, каждую осень, занимаемся посадкой деревьев. И уже не только лиственные породы, но и ловы. Уже есть небольшая, но практика их приживаемости, по прошлым годам, как приживается, насколько приживаются деревья. Нина Абакшина – постоянный участник разнообразных экологических акций. Сегодня она вместе с членами клуба скандинавской ходьбы. Активная горожанка считает, что каждый в силах сделать что-то на благо малой родины. Я думаю, что не лишнее будет. Тем более больница, поликлиника, родильное отделение. Зелень им нужна, чтобы был кислород. Это здоровье. Галина Кузьминична в массовой посадке деревьев участвует впервые. Хотя опыт в этом деле имеет. На просьбу принять участие в акции откликнулась с радостью. Вот когда, ну да, действительно, человека не станет, да, дерево растет. Так же, посади дерево, вырасти сына и построй дом. Ну, как бы говорят. Ну вот. Деревья, которые высаживают сегодня, это березы, попадающие в зону прокладки газопроводов и линии электропередач. Их пересадку согласовывают, а затем транспортируют к новому месту жительства. Надо отметить, что лесничество обеспечивает волонтеров всем необходимым для посадки деревьев инвентарем. Тонкость и хитрость только одна – любить то, что делаешь. То есть, если буквально с любого дерева посадил, поверьте, оно приживется, но обязательно поливать. Примечательно, что акция проходит накануне праздника Дня работника лесного хозяйства. Зад у нас День работников леса, поэтому своим коллегам пожелаю крепкого здоровья, благополучия себе и семьям обязательно. Удачи. До конца сезона в лесничестве запланировано еще четыре мероприятия по высадке деревьев в городе. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.